Звучит музыка Площадь составляет 5200 квадратных метров Но установлены вот эти вот карусели, качели Заключен договор с неким предпринимателем По адресу улица Титова, 2 И на этом основании размеры площади сократились До 2300 человек И поэтому проведение митинга нежелательно Мы обратились в суд В суде они не смогли обосновать свои доводы, доказать Не смогли предъявить документы Об адресе Потому что в постановлении правительства указана площадь Победы, парк Дружба А улица Титова находится на той стороне улицы Ленина И она идет вдоль, вот знаете, она даже сюда не выходит Это улица Джангра А улица Титова, она идет туда, вот знаете, где листинка течет Там тупичок такой И выходит за музеем там Вот На этом основании, я считаю, вполне справедливо Судья Каравенова признала их документ незаконным И обязала их не препятствовать проведению митинга Они на этом не успокоились Быстро обратились в Верховный суд Заседание в Верховном суде состоялось 23-го Но еще 22-го Ни я, ни мой представитель Семен Николаевич Атеев Не знали, что подана апелляционная жалоба Мы не знали, что наши оппоненты обратились в Верховный суд Но уже Семену Николаевичу Атееву позвонил Доброжелатель И сообщил Что завтра состоится суд в Верховном суде Что председателем судейской коллегии будет Литовкин И что они отменят решение листинского городского суда Мне пришла смс-ка в тот же вечер Я ее не увидел Потому что лег спать А утром увидел Там тоже было написано Что состоится суд 23-го А я еще этого апелляционной жалобы в руках не держал даже И вот 23-го мы получили апелляционную жалобу Явились в Верховный суд Калмыкии И мы заявили отвод всему составу суда Потому что посчитали, что доверять нельзя Тем не менее суд Наш отвод не принял И вынес вот это решение В котором Они отменили Решение Литовского городского суда Просто отменили и все тупо Не выдали нам решение в нарушении опять же кодекса процессуального Они это решение нам обязаны были выдать сразу На месте В полном объеме На следующий день я получил И в мотивировочной части этого постановления Определения суда Написано Именно там написано Что Верховный суд считает Что документ Подписанный Эльдниевым Не воспрепятствует проведению митинга И что Корвенова просто неправильно истолковала И отменила тот документ То есть Если они не воспрепятствуют Зачем тот документ отменять И Ну в конце очень сухо написали Отменить решение Корвенова Эльдинского городского суда Без всяких пояснений Ну в мотивировке сказано четко Что Городские власти не воспрепятствуют проведению митинга Они только сократили площадь И на этом основании предупреждают нас организаторов Как бы чего не вышло Вот и все Это я так утрирую Говорю Чтоб всем было понятно Я не привожу здесь юридических формулировок Иначе это будет очень Ну путано И на этом основании Я в фейсбук В сетях И мои товарищи объявили Что митинг санкционированный И вот эти господа Которые вот сейчас подходили сюда Которые затеяли ремонт в выходной день В нарушении трудового кодекса Выгнали на работу рабочих И делают ремонт Абсолютно нормальной крыши Понимаете Крыша целая Неповрежденная Зачем делать ремонт Да Ее буквально недавно сделали Эту крышу Понимаете Все делается с их стороны Чтобы Не дать нам Собраться Не дать нам выразить Свою точку зрения На общественно-политическую ситуацию Не дать нам Потребовать От главы республики От депутатов городского собрания Убрать из города Эту трапезу Прекратить эту трапезу Надо давно Не надо людей Листы И людей Калмыкии Держать за идиотом Репутация этого человека Настолько подмочена Но правда Информацию я получаю Только из соцсетей И информацию я получил От людей Из ДНР Которые написали мне На электронную почту Газеты Современная Калмыкия Они написали Бадмаев Ты либераст Мы тебя не уважаем Потому что Ты не признаешь Нашу республику Но мы считаем Что ты правильно Выгоняешь трапезников Это негодяй Мы его сами Они его сами не любят Они его сами ненавидят Понимаете И там много чего написано Это все есть В электронной почте Моей газеты Вот И еще мы собрали Митинг сегодня Потому что 13 числа Собравшиеся здесь люди Приняли резолюцию В которой требовали Отстранить от должности Трапезникова Требовали Чтобы Бату Сергеевич Хасиков Обратил на это внимание На мнение людей Принявших эту резолюцию Но прошло две недели И никакой реакции нет Более того Бату Сергеевич По-моему Допустил второй Очень нехороший шаг Оказалось Что он назначил Совет Федерации Проворавшегося Человека Человека С очень отрицательной Репутацией Орлова Марата Алексея Маратовича И по этому поводу Тоже вот сегодня Надо высказаться И включить этот пункт В резолюцию Сегодняшнего митинга На этом я Своё Своё Выступление Предваряющее данный Митинг Заканчиваю И предоставляю Слово Бадме Бурчееву Одному из Организаторов Этого митинга Известному Журналисту Калмыкии Добрый день Да Я Бадмай Бурчеев Журналист Я хочу сказать Следующее Сегодня я вообще Не собирался выступать Я думал Скажу по регламенту И на этом закончу Но вот эти вот Позорные действия Мне кажется Они только подтверждают Что мы всё делаем правильно Этот человек Начинает свою деятельность С правонарушений Он приехал С непонятной территории И хочет здесь Вести этот Беспредел правовой Мне очень жаль Что наша полиция Ему содействует в этом До этого мы были Едины Мы всё время подчёркивали Что полиция с нами Но сегодня Мы несколько раз Обращались Прекратите это Прекратите Вы же провоцируете людей Но у полиции Оказывается нет полномочий Против Трапезникова Значит единственный Кто может его изгнать Это мы Больше тут некому Мы будем стоять До последнего Мы будем проводить Свои акции До последнего Мы не успокоимся Потому что Мы поставили на кон Коллективную репутацию Это значит Либо мы калмыки Либо Трапезников Будет здесь Я сегодня призываю Сохранять Сохранять спокойствие Мы должны показать Что мы Мы настойчивы Мы тверды Поэтому не надо Не допускать никаких Беспорядков Надо будет стоять Полгода Будем стоять Полгода Но этого человека Здесь не будет Всем спасибо Кто пришёл Я надеюсь Что вы будете С нами до конца Совершенно правильно Сказал Бадман Но я Извините Регламент 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 Выступления Вот имеется ввиду По три минуты Как на прошлом митинге Кто за то Чтобы в выступлениях В три минуты Не больше Не размазывать это всё Все за Кто против Кто воздержался Регламент Определён В выступлениях По три минуты И ещё Мои коллеги Молодые Люди С которыми Недавно я познакомился И в принципе Это их заслуга Вот проведение Этих двух-трёх митингов Это их заслуга Что они в соцсетях Сумели Взволновать Передать информацию Всему калмыцкому народу И не только калмыцкому народу Но и народам Других стран И других регионов России Аминь Я представлял Судей Интересный Валерий Адон Чебатмай И заверяю вас Судей Первой инстанции Валерий 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 На мой Неоднократный вопрос Начальнику Юридического Дела Который Выступал Его представитель Митинг Вы запрещаете Или нет Митинг Мы не запрещаем Все это Протокол Все это Записано Верховное суде Республики Калмыкин Я После вынесения Решения Я задал Председачу Суде Верховного Суда Республики Калмыкин Литовкину Вопрос Ваше Решение Препятствует Проведению Митинга Назначенного 27 октября А он сказал Не препятствует И что мы видим Сегодня Приходят эти люди И говорят Митинг не санкционирован Мержность Самая настоящая Ты юный Отцесс Уважаемые Земляки Халембуд 31 год назад В 1988 году Вместе со своим Маленьким сыном Я попал в детскую Республиканскую больницу Это был год Когда на нашу землю Обрушилось Страшное горе 77 детей И несколько взрослых Были заражены Вечинфекцией Многие из них Погибли Это была трагедия Которая навсегда Останется в памяти Нашего народа Этого никогда не забывается Все кто лежал В то время В той больнице Должны были сдать Песня на выявление ВИЧ и СПИ И слава Бурханов По результатам Проведенных тестов Выяснил Что мой ребенок Не был заражен Этой смертельно Опасной болезнью Но моя семья Как и все жители Калмыкии Были страшно На погодных И растеряны Тогда все Всего боялись Боялись Лечиться в больницах Ходить в театры В школу Парикмашки И так далее Но больше всего Боялись Калмыков И даже Придирали нас Жители других Ребенов Бывшего Советского Союза Думая Что мы все Заражены в спине С нами боялись Общаться Нас неходно Брали на работу На учебу Говорят Что были случаи Когда автобусы И машины С колумбасскими номерами Выезжали за пределы Республики Загидывали камнями Нас оскорбляли Унижали Наше достоинство Только за то Что мы были колумбасами Носителями опасной болезни Эта трагедия Которая обрушилась Когда на нас Навсегда Нанесла колумбасскому народу Прежде всего Огромный моральный вред Но эта зараза Которая так долго Обошлась нашему народу Появилась не в Калмытии Не мы Были виновник В ее распространении По всему СССР А как эта зараза Был здесь Она была завесена К нам из-за границы Так вот Трагедников Это такая же опасная Наносящая огромный вред Нашему народу Зараза Завезенная Видимо по приказу Кремля В нашу республику Из-за границы По Тухальскому И оставленной здесь Депутатами Вестерска Крошкова Траник Они хотят Чтобы близкий им по духу И вдруг И по денег Трагедников Не просто поселился В нашем городе Но и был ее Полноправным хозяином Мы этого не потерпим И если Трагедников Будет стоять Во главе Нашего города Это будет Нашим Национальным Позором И только Полные Идиоты И враги Нашего народа Будут Внушать нам Что это Деятель Который Возможно Будет Опьян Военным преступником Привлечет Наш город В многобиллярные Инвестиции А скорее Наоборот Ни один Порядочный Инвестор Ни одна Российская И ни одна Бежнародная Компания Дорожащая Своей репутацией Не будет Вкладываться В наш город Нас будут Бояться И презирать Как и 33 года назад Когда на нашу Землю Пришел ВИЧ Поэтому Понимая это Все настоящие Айрек Калмыфи Живущие По всему земному Шару Выступили Против того Чтоб это Опасное Во всех отношениях Для нашего народа Зараза Трапезнику Находилось Во главе Нашего Любимого Города Столицы Нашей Родной Республики Предки Эту землю Нам передали Каждый Должен Быть готов Защитить Ее Если Ты Не защитишь Свою Землю Ты Обязательно Станешь На ней Чужим Поэтому Вставая На защиту Своего Города Своей Республики Я требую Немедленно Отстранения От должности Исполняющей Обязанности Главы Города Листы Главы Администрации Города Листы Трапезникова И рекомендую Ему После Отстанки Подкинуть Территорию Нашей Республики Мы Добрый И Гасцеплированный Народ Но мы Не подтягиваем У себя Незваного Гостя Который Хочет Не просто Жить В нашем Гоб Доме Но и Хозяйнически В него Против Нашей Воли Я требую Принятия Закона Предусматривающего Порядок Избрания Главы Города Листы И главы Районных Муниципальных Образований Республики С самим Населением На основе Всеобщего Равного И прямого Избирательного Права При тайном Голосовании Кроме Того Я требую Господина Орлова Досрочно Прекратить Свои Полномочия Среда Совета Сенатора От Калмыкии Будет Как Отказы Малатар Я требую Абхазского Бату Сергеевича За то Что он Все время Упорно И высокомерно Игнорирует Наш народ Выходящего На митинги Протеста С обращенным К нему Требованием Отстранить От должности Главы Листы Трапезникова Подать Президенту Российской Федерации Заявление О добровольной Достаточно До срочной Отставки В должности Главы Республики Алматы Для того Чтобы Правильно Назвать Явление Мы Прежде всего Должны Вещи Назвать Своими Именами Решение 24 Депутатов Элистинского Городского Собрания О наделении Временными Полномочиями Главы Администрации Города Листы Мехта Трапезникова Это Прежде всего Подрыв Суверенитета Республики Калмыкия Которая Является Бездарная Бездарная Итрусливая Политика Которая Двадцать Миграционная Суверенитетета Астраханская Область Наша Калмыцкая Мед Прин�лежит Татарам Наш Калмыцкий Газ Прин�лежит Старофоль Регион Газу А связь Утывка Краснодара Вот так Потихонечку Мы теряем Республику И в этой ситуации Я призываю Жители Республики Калмыкия Города Листы Стать Истинными Гражданами Своей Республики И ее Истинными Хозяинами Это Наша Республика Это Наш Город Мы Все Славь Ура Это Наш Город Это Наш Город Наш Город Это 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 Наш Город Спасибо На Митинг Пришла Манжурова Наталья Сергеевна Депутат Народного Фурала Предоставим Ей Слово Добрый день Дорогие земляки Я не люблю Приступать на митингах Добрый день Дорогие земляки Честно скажу Я не люблю Приступать на митингах Я считаю Что Проблемы Многие Нужно решать Может быть Другим путем Но Сегодня Не тот Случай Сегодня Я вижу Что Региональная власть Не готова Прислушаться Голосу народа То Что творится В листе Это позор Трапезникову Это позор Касикову То Что творится Сегодня На этой Почке То Что мы видим На сцене Это Дежавю Ровно год назад Я помню Было то же самое Разбирали сцену Чтобы не проводились Митинги В поддержку Депутатов Народного Фурала Я хочу сказать То, что Сегодня мы имеем Это Отследствие Первая причина В другом 8 сентября В результате Массовой Классификации Единая Россия Получила Подавляющее Большинство В Листинском Городском Собрании А кандидатов Единой России Классиков 8-2% Над которыми До сих пор Смеются Не только Калмыки Но и За пределами Нашей республики В результате Мы получили Несамостоятельного Главу республики Который Вместо того Чтобы решать Проблемы Города Листы Проблемы Республики Только Умножить Их количество По моему Во время Предвыборных Дебаток Я говорила О том Что если Подедик Хасиков То у нас Сенатором Станет Орлов А из Республики Будет Введено Временное Внешнее Управление То что Сейчас Происходит Подтверждает Мои слова Действительно Все мы знаем Что Орлов На самом деле Это Базон Калмыкии Мы были Рады что Он ушел В отставку Но сегодня Он назначил Сенатором Мало того Если Облог Брал Президенту России О том Что В кранах Жители Городной Листы Течет Вода Из Из Вагонки То что Экинерский Водопровод Уже Построен То господин Хасиком Полтора месяца Брал нам Что он до сих пор Не принял решение Боль сенатором Как выяснилось Указ был Подписан 21 сентября Сегодня мы Правильно Это позор Позор нашей республики Но Где-то мы виноваты сами Сегодня мы требуем Мы обращаемся Публично я обратилась Президенту республики Пора Кадровую ошибку В общем-то Устранить На самом деле Республика Не должна Нагодиться В руках Варяна Сегодня что мы имеем Правительство У нас Отдано в руки Некого Представителя Российской День Сегодня Фактически Город Передали в руки Некого Трапизмикова Человека Сомнительной Депутации Нам говорят Пусть он Город Поучится Но Калмыкия Не полигон На котором Учатся Зайцевы Радейзников Поповы Шварцнов И так далее Мы сегодня Говорим И мы правы И места Наш город Калмыкия Наша республика Большое спасибо Нагоди Судья Я предоставляю Слово Чучаеву Ивану Молодому человеку Очень активному Приготовиться Подмайеву Геннадий Геннадий Хотелось бы Начать Своё Насцепление Сражи Очень Распространённо Очень популярное Не бойся Своих врагов В худшем случае Они могут тебя убить Не бойся Своих друзей В худшем случае Они могут тебя Предать Бойся Равнодушных Ведь с их Молчаливого Согласия Творятся Самые ужасные Вечи В этом мире Хочу Обратиться К нашему народу А именно К тем Кого сейчас Нету Если Я обращаюсь Не на тем Я просто Очень много Слышал Таких Кричей Что мы Можем Сделать Что мы Какую силу Мы имеем Кто мы А кто они Я хочу вам Сказать Холингуд Когда наши А не сидеть А не сидеть Молчал Холингуд Улован Уважаемые Сознательные Графы Николойки Я Буддистка Сегодня 27 октября День рождения Телу Толку Римпоче И Буддисты Пришли в хрун Чтобы Помолиться За его здоровье За его Долговетие И представляете Подступает Звонок Что в хруле Доложена Бомба Или Находится Террорист И вот Администратор Анжелама Был вынужден Всех Попросить Чтобы все Вышли из хрула Это что такое Происходит У нас Что такое У нас Происходит Это Травейников Это Травейников Какие Методы У нас Сейчас Использует Наша Власть Уже Смотрите Что Уже Пугает Нас Взрывами Смотрят Эту сцену Это что За поздные Гадкие Мерзкие Методы Уже Уже Мы Буддисты Спокойные Да Мы уже Вышли Из себя Скажем так Да И если Уже Буддистам Как сказать Ловного Терпения То по-моему Это уже Совсем Конец Вот Я хочу Сказать Вон Это Нечисть Из города Иссы Вон Отсюда Если Ты не уйдешь По-корому Уйдешь По-плохому Уйдешь Это наш город И мы Буддисты Которые мы Каждый год Ездим Далай-Лаве Молиться Мы Мы Найдем Вкус Чтобы От него Ижбавиться Вы Не переживайте Это наш город 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 Следующий оратор Джинсанов Михаил Бадьмаевич Приготовиться Нам дышу Горджи Бадьмаевич Из Кичиняновского района Извините Восторг И вот Этот человек У нас стал Главой республики Когда прошли Проходили Вот это вся Компания По выборам Ко мне на двор Пришли люди Я стал Говорить Что вы Делаете Вы Хороните Чех Нас Сахарев Вы Подумаете И это Прошло Весело У нас На глазах В то время Выборной Компании Теперь Значит На той Неделе Сказали Ко мне Дом Придет Ко мне Выдет Я вышел Он Не в состоянии Пришла Вашина Я ей Сказал Вот Вы помните Этот парк Сажал Батан 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 Горбачков Сажал Маршал Лавиат Крылов Были Таблички Сажал Летчик Космонав Горбачков Была Олеев Значит Уеев Дети Олеев Вот Здесь Где-то Нас Нет Ее Что Доптали И Здесь Парк Кинотеатр Дружба В 2001 году Был в брак Настроили Этот кинотеатр Вот Здесь По парку Дружба Были Тупочки И Огорожены Где Это Все Вы Пройдете В стадион Не Пройдете Это Частная Собственность Разборовали Самое Святое Парк Дружба А Он Старее Чем Одинок Николка Еще В 1863 В году Стали Здесь Казач Первый Топар А Комна Хочи Дала Распоряжение Срезали Все Дубовые Рощи Все Которые Столетние Дерее Походили Вот На Чем Мы Находились Я Ни в банке Ни в КПС Ни в СС Никуда Не Уваживайся Но К нему Приходит Время Вот Он Правильно Сказал Прогнал Соберил Ему Он Прогнал Свои Свои Вход Вот Ему Стои Первый Стоит Как Растет На Лебенок Когда Приходит Он Тоже Самое Можете Зарезать Не Можете Вообще Вот То же Самое Он С самого Начало Показал Как Работать Где Ему Вот Эти Задачи Культурологи Пускологи Все Неужели Не Погнал Что Нельзя Так Стоит Самое Вот А Стоит Стоит Извините Меня Я Не Не Хочу Стоит Карат Не Хочу Но Человек Который Всех Наших Детей Наших Внуков Оставили Без Браты Не И Право Быть Сенатором В Тех Республике Я Предоставляю Своя Доръць Я Дешев Моему Товарище Другу Одну То Режим Один Грой Мне Дем Дег 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 О Дег 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 О, да, не ехчинедыр мана, халмит ханчы, дайсин беши, эндири дайсин беши. Козмешан ке чикар, не ехчинедыр дейси, дайк нугуга, эллэк йом чок хи. Дегаз о, да, мана халмит келиргі, дайсин беши, мана сойилыгі түрін болчу юзичақ хи. Мана альгасыгы, мана алтсы, бешігі түрін болчу сонжичақ хи. Ман сонжасыз, юзат чек нугуга болсы. Дегаз олап, шығ? Тегенігігігігігігігігігігігігігі қи ёншу кіл Алсәлді маќлі draw бешігігігігігігігігі papa шығниggы,anges шығни... ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот в этом законе ДимаTorzok 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 Что человек должен жить в своем прожить честно. Это прессы наши так считали. Считали наши родители и так же считали мы. А что делали наши депутаты? Я считаю, что они опозорились. И если есть возможность, нужно сделать так, чтобы они покарились перед народом и сдали свои мангаты. Я тут не знаю, что это. Где их морально принесут? Где их родители? Почему они не научат и не ускажут? Дедушки, в армии. Это смирно. Разве вы не сказали родителям, что вам обращаются на родители? И пусть они не считают, что нас здесь мало. Раньше всегда говорили, что один ходит не воин. Нет, товарищи. Один ходит как родские воины. Потому что он убежден в своей правоте. И вы знаете, когда этот фраз тебя ничего не напугает. Это я знаю из своей жизненной ситуации. Я долго работала в Сибири, далеко от родины. И вы знаете, у меня всякие ситуации происходили. Да, и конкретные всякие. И я, между прочим, как бы боролась, не опускала руки. К чему я и вас призываю. Приходите, когда приглашают на площадь. Не говорите мы, не села. Путь от нас будет очень мало. Второе, что я хочу сказать, обращаясь к нашим депутатам. Давайте думать о своем народе. Почему мы не видим их здесь? Ведь мы же за них голосовали. Я не голосовала за Батухаси. Но я хочу все равно обратиться к нему и сказать, почему он не пришел к своему народу. Это говорит о чем? О его пренебрежении к нам. Если это будет продолжаться, я призываю вас, уважаемые аппараты, давайте будем записываться к нему на прием. Это что такое? Почему это он не выходит? И, мам, если вы об этом спросите. И еще я хочу сказать. Не, я могу. Я не боюсь. Обращаясь к нашим уважаемым... Как ведь мы это же не знаем? К нашим уважаемым полициям. Давайте будем относиться к своему народу. Потому что вы хорошо. Ну, добротой хотя бы. Потому что вы сами вышли из этого народа. Потому что вы, это мы, вы наши дети, братья, внуки чьи-то. Давайте будем думать. А не просто выполнять чьи-то указания. Я хочу сказать, прописка сегодня здесь. Завтра он убежит от нас. А как же вы, оставшиеся здесь, наша уважаемая милиция, полиция, будете смотреть нам в лицо? И еще я хочу обратиться. Не так же это касается и полиции, но еще и есть люди. Вчера моему мужу, Горей Аркадию Долановичу, поступил телефонный звонок из Москвы. Звонил мне в Корсаломов. Когда-то этот человек занимался... Вот у него был завод спирта. Он жаловался, что... Я сам отобрал у него все. С ним поступили несправедливо. А сейчас он позвонил и угрожает моему мужу. Он ему прямо, открытым детством, сказал. Если ты не прекратишь выступать против Трапезникова, мы приедем, мы тебя туда-сюда забьем и все, как и прочее. А может быть, и убьем. Я хочу сказать, ребята, обратите внимание на такие факты. Не надо нас напугивать. Мы ничего не горимся. Потому что мы на своей земле. Мы не хотим тебя... Александр, вот, Саша Дерек. Молодец. Я хочу сказать, что мы республика Павлокия, буддийская нация, и мы против Трапезников. Но хочу сказать, что среди буддистов есть и христиане, которым я являюсь. Я тоже против Трапезникова. Я организовал свой средств на организацию этого митинга. Это очень ответственное дело. Я предпочитал, что можно взять это на себя. Каждый потраченный рубль, он был вложен в эти организационные моменты. Это помогает нам собраться здесь, выразить гражданскую позицию. Хочу поблагодарить всех, кто оказал эту поддержку, и финансовую, и информационную. Хочу вас также... Так, по поводу Батухайского. Я не имею ничего против него. Я его, ну, прощаю от него. За ему даже здоровья, и чтобы он руководил республику, если он принесет правильное решение. Ну, все у меня. Монанка, 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 Раван. Предоставляюся Станаву Молоткову. Приготовиться в Монсаевые дни. Меня зовут Станаву Молоткову. Я хотел сказать, что, собственно говоря, идя на этот митинг, я тоже как бы готовился вчера, но слишком много информации было, и, скажем так, эмоции превалировали над разумом. Но, тем не менее, я считаю, что в первую очередь я хочу выразить свое, скажем так, отношение к действиям властей вчера ночью. Я считаю, что это мелкая подлость. Это бессилие властей, когда они начинают разбирать сцену, с которой говорили на прошлом митинге. Пытаются запретить уже разрешенный митинг. Я считаю, это самая низкая подлость. Поэтому, если раньше, до того, как Бату выдвигался на пост главы республики, скажем так, в нашей семье был чуть ли не пульт Бату, висели его фотографии, мои дети занимались стейкбоксингом, то сейчас, сейчас ситуация кардинально противоположная. Нет, я хочу сказать так, не только трапезникам, но и Бату. Я не верю в то, что Бату после ряда принятых им решений, неправильных, неправильных, ненародных, будет принимать в дальнейшем правильные, нормальные, народные решения. Уже я этого от него не жду. Такого не будет. Я хотел сказать и по поводу своего отношения к тому, что про нас пишут, что про нас говорят, что якобы мы все проплаченные, что якобы мы все агенты Госдепа. Ну что ж, я хочу сказать, друзья, коллеги, вы мои коллеги, получается, мы все коллеги, мы все агенты Госдепа, получаем доллары, правильно? А вот, кстати, от Кимфона Николаевича мы 100 долларов так и не дождались. И вы знаете, я, собственно говоря, часто очень хожу пешком. Я скажу откровенно. Да, это сытно для мужчины. Бывает, когда не бывает денег, и ходишь в пешковку. Но я хотел сказать так. Поэтому я хотел спросить, как в анекдоте спрашивал Рабинович. Если Госдепси платит нам деньги, то, господа, где же моя доля? Кто-то ее прячет. Пусть он выйдет и скажет мне так и в лицо. И так же, пожалуй, сказать нашему пану Трапезникову. Пан Трапезникову, чему ваши выдать мне, выдать мне якости стали непотребными у вашему рюкному краю. Так как он украинский не понимает, я для него переведу. Мне нетрудно. Он не понимает ни украинского, ни калмыцкого. Я переведу у нас, почему господин Трапезников ваши выдающиеся способности не были востребованы в вашем родном краю. Вы хотите сказать, что в Донецк, в Луганск, там люди получают тысячи долларов, что они богаты, что там нет коррупции. Это смешно. Это смешно. И когда я слышал о том, что якобы боряги смогут победить нашу, скажем так, коррупцию, смогут, как там выражается у нас наша плановость, я хочу сказать, планы у нас существовали испокон веков, и мы жили, и мы были счастливы раньше. Как же вы тогда без варяков-то жили, а, друзья мои? Почему мы не приглашали отходить в Сомали? Получается... Поэтому я хочу сказать так, что всегда, в любом обществе будут существовать планы. Главное, как они умеют договориться, главное это желание услышать народ. Для власти. Чего я не вижу сейчас от нашей власти? Они не хотят нас слышать. Вот. Мы... В заключение, наверное, я бы хотел так сказать, что, собственно говоря, по большому счету, мы все здесь собрались. Да, нас, может быть, собралось не так и много, но, тем не менее, я вижу сейчас с возвышенности, что нас собралось больше, чем было в прошлый раз. И нас будет приходить все больше и больше. Друзья мои, не оставать... Это наш город! Это наш город! Это наш город! Нельзя. Это наш город! Человек... Я хочу сказать так. В России сформировалось мнение, что сильный лидер – это тот человек, который не слушает народ, который топчет народ. Это неправда! Самый яркий пример, как я вам уже приводил, описал в нашем эпосе «Джангер». Сильный лидер «Джангер», но он всегда слушал своих богатырей. И богатыри могли сказать ему в лицо то, что они хотят, то, что они думают. И он не прислушивался и часто принимал решения, исходя из их слов, из их убеждений. Вот что я хочу сказать. И все вот эти вот мифы, которые распространяет наша власть, насколько они жалки и бедны. Они ищут лидеров в нашем движении. У нас лидеров нет. У нас народ. И мне это нравится. Часто говорят, почему вы не выходили тогда-то? Почему вы не выходили там год назад, там пять лет назад? Я выходила. Я выходила. Я не буду тогда родить. Да, я хочу сказать, многие из вас выходили и тогда, но я всегда говорил, что должно прийти время. Как в одном из фильмов сказал один, скажем так, человек с твоей дочерью, не все сразу, Элли. Не все сразу, Элли. Но вы сделали первый шаг, а значит сделаете второй. Сегодня мы сделали первый шаг. Первый шаг к тому, чтобы нас слышали. А значит мы сделаем и второй. Мы сделаем власть. Мы заставим власть слушать нас. Сделаем власть народной. И наши ресурсы, наша республика будет наконец-то комфортным и удобным домом для всех народов нашей республики. Я приветствую вас всех. Я сегодня говорил по-русски, ну, скажем так, я даже не говорю по-английски, хотя мне сейчас шеф звонит Мистер Трамп. У нас, кстати, для агентов Госдепа, для нас, для всех получается, я хочу сказать, у нас еще два появились шефа. Пан Порошенко и пан Зеленский. Пан Порошенко, он наставит на Майдане, пан Зеленский говорит, ну, может, ты, ну, как-нибудь так, поняпче. Выберем сведения, хорошо? То, что сказал нам Мистер Трамп. Все по-прежнему. Пан Порошенко, все по-прежнему. Погибается на эту скамейку, потому что люди в прямом эфире, у меня 700 человек сейчас одновременно, представляете, смотрят, с Бурятии, со всех других регионов и говорят все. Знаете, что говорят? Они говорят, вы вот сейчас стоите на этой скамейке, и завтра у вас администрация будет обвинять же, что вы эту скамейку, вот они, значит, ходят на супроводнике, а мы здесь топчем эту скамейку. Ну, а зачем вы разобрали тогда эту сцену, я не понимаю? Кто из нас вандал здесь? Кто из нас? Поэтому, друзья, я вас хочу попросить еще всех, пожалуйста, за собой, во избежание там лишних опять провокаций, за которые будет жалко цепляться завтра администрация, пожалуйста, за собой немножко приберите, посмотрите вокруг себя мусор, но это вообще на будущее. Я надеюсь, что мы сегодня культурно так же все проведем сегодняшний вечер. Друзья, спасибо. Молодец, Анян. Я обязую своим носовым платком выделить эту скамейку. Так что никаких людей здесь не будет. Я предоставляю слово Монсаеву, Эльге Монсаеву, композитору и певцу. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава вам всем, кто сегодня здесь, всем жителям города и листы республики, кто сегодня приехал поддержать на мероприятие. Сегодня буду как никогда краток. Я был тоже участником этой закрытой встречи с главой нашего региона, Бату Сергеевичем Хайсиком, где я в конце своего обращения обратился к Бату Сергеевичу и сказал, и сейчас я это еще раз повторю. Уважаемый Бату Сергеевич, если вы пойдете на виду со своим народом, если вы послушаете жителей своей республики, свой народ, ваш авторитет, ваш статус, как вы говорите, он не упадет, он вырастет в тысячи, в сто тысячи раз. Начинал. Спасибо. Еще несколько слов. Вот здесь я смотрю на эту таблицу, где нас причислили к группе или кладу, я не знаю, как назвать. Клан группы Ремжинова, Кич, Ольга Владимировича, группа Орлова Алексея Маратовича. Вот я нахожусь сюда, как человек, который непримиримая, непримиримая, патриотически настроенная молодежь. Ну, наверное, это так. Все, Ханжина. Спасибо. Слово просит Кангаджи Юрий Петрович. Приготовиться огня и убатым. Мирный федертор, я являюсь инженером НВД, ветераном по военной кране, обращаюсь к вам. Скажу, я буду кратко, да, согласно Ремжиному. По поводу Крапинникова, по поводу Крапинникова, по поводу Крапинникова, я полностью поддерживаю, не поддерживаю решение, что там будет мысль. А вот на хранении, Орловой, я тоже скажу, всеми добавлю. Все знают, что он на хранении был, он был виноват на делу. Очень серьезная статья. И пока он является фигурантом договора на делу, пока решение, что тех, кто не принято, он никак не может быть избран, то есть назначен любой расходящий орган. А он, у него не стоя на стол, я подписал указ по нарушению его Сенатом в Советской Федерации. Это уже прямое нарушение законодательства. Сенатом в Советской Федерации. Акняев Батер. Акняев Батер. Акняев Батер. Принаду разбирают. Это плевок. Это плевок за роту. Скажите, коровку делали, а не крышу разбирать. Пусть коровки делают, а не крышу разбирать. Сегодня на этой площади мы действуем акцию протеста против преступных действий и, не побоюсь того слова, преступных действий наших показаваемых избираний. То, что мы сегодня наблюдаем, к сожалению, вызывает у нас такое уныние, чувство тракизма, безусходность. Около года назад тут тоже был организован митинг Валерий Антоновичев против тех преступных действий, когда мы приняли законопроект в отношении нашего родного калмыцкого языка. И как следствие, сегодня я слышу такие фактические, фактически, что происходит. монах Оренбург родители учеников отказываться от своего языка. Это действительно так. И в Белесе, и в районе, выбирая в качестве родного языка русский язык, мотивируя тем, что им легче будет помогать своим детям учиться. Это разве не падение наше, а не вы. Это прямая причина того, что сегодня происходит. Прямая причина тех издевательств над народом. И до тех пор, пока у нас будут так называемые избранники народа. Я не боюсь сказать, выходом, что это просто не избранники народа, а махасты, цепные пусы. Единственная задача, которая замолять своего этого белого царя, униклить им цепь, на которой они сидят, и бросить им подачу поживнее из царства в основном. Больше времени ни на что, к сожалению, не способны. И пока у нас вот это духовно-нравственное падение будет происходить в нашем народе, мы не дождемся, мы будем терпеть эти издевательства с остальным властей. С нами никто не будет считаться. Олег Гурьков, мы не должны забывать, что наши предки пришли сюда со своей государственностью, со своим языком, со своей битвенностью, со своей правовой системой, со своей национальной идеей и мировоззрением, что позволяло им оставаться народом, который был грозной силой на южных рубежах России. К сожалению, Россия нам ответила как геноцидом и уничтожением нашего народа. И сегодня мы у тебя так и... Не так и... А мы у тебя так и... Самые вот эти шумынские годы, один год, мы только сейчас своем национальном построении, стерпе, чтобы это позволяло нам в Сибири пережить войну и остаться тем нашего народа. Я вспоминаю свой аут, который в 57-м году приехал в Сибирь, в Орун-Невертае, в 3-м этих милях, построил самонный дом, сарай, развел скот и родил еще троих детей. И поднял их всех, они стали людьми, дали корни. Вот все говорят, что это было в другое время. Не было в другое время. Были другими людьми. У них было достоинство, был менталитет. Они помнили тех людей, которые пришли сюда со своей государственностью. Это было независимое ханство, которое позволяло нам на правительственных условиях здесь существовать в качестве государства самостоятельно. Эндр Ханингуф все зависит от нас. К сожалению, избранники народа сегодня ничего не смогут сделать. Сегодня они закончены, я как я сказал, своими личными шкурными задачами. И пока у нас будет вырождение нашего вот этого менталитета калмыцкого, упразднение, геноцид, у нас не родится в Собиде самостоятельно. Будет марионетка, как Кирсанта, Орлов, как Бату сегодня. И, к сожалению, они будут. Среди нас большинство сегодня, как говорил старший товарищ на прошлом выступлении, резулы и молчаны. Я вообще, если человек далекий от политики, все, кто меня знает, подтвердят, я не оратор, я не люблю много говорить-то, я не оратор. Но сегодня я посчитал своим долгом прийти и высказать свою позицию, и выразить свое гражданское мнение. Потому что мы, Холинбург, несмотря на все эти перипетии, катаклизмы, всегда остались народом, еще своей духовностью, своего менталитета. Поэтому все сегодня зависит от нас, Холинбург. Я еще раз хочу процитировать слова старшего товарища из нашего бессмертного Джангхыр, которые на сегодня не актуальны, как никогда. Редактор субтитров А.Семкин Давайте поаплодируем им, молодцы. Я почему это говорю? Вы знаете, у нас действительно нет тут лидеров, нет тут единого какого-то центра, который бы всеми нами управлял. И поэтому, допустим, когда меня попросили подать уведомление, я подал, в другой раз подаст кто-то другой. Но когда началась эта судебная тяжба из-за этой площади, я уложился в срок и сам уже самостоятельно с помощью двух моих товарищей внес уведомление на митинг, который наметил на 3 ноября. Но я указал не 5 тысяч человек, а 2 тысячи человек. Как вот они говорят, мы площадь сократили, вам места не хватит. И знаете что? Вчера они мне приносят ответ. 3 ноября, выходной день, здесь будут работы опять, понимаете? Причем работы начнутся в 7 утра, а закончатся в 22 часа. Ну это о чем говорит? Это говорит о том, что это вообще идиоты настоящие. Да, это позор, это позорники, позорники. Ухоти! Они просто хотят запрещать, запрещать и запрещать. Я предоставляю слово очередному оратору Жукова Занта Геннадьевна. За кто вас вставку? За кто вас вставку? За кто? Между земляки, медуз горожане, медуз калмыки, Элистан наш город. Я вас очень всех люблю, калмыки, сама калмычка. Хочу сказать, что есть калмыки двух видов. Одни калмыки, у которых душа калмыцкая, а другие, у которых душа непонятная какая, другая, но не калмыцкая. Я думаю, что здесь все мы собрались, это те, у кого душа у нас калмыцкая, именно патриотичная. И я хочу обратиться к Бату Хаську. Бату, мы тебе, народ, дали такой кредит доверия, мы все верили, вот реально, что пришел молодой, амбициозный воин, настоящий воин. Мы ему реально поверили. Я сама аллоганская, но воюю с людьми. И мы, естественно, земляк, наша гордость такая, да, в войне вообще. И тут такой нокаут, еще Орлова, ДС, он как бы нокаутировал народ, я считаю. Бату, Хасиков, пожалуйста, оставайся героем для народа. Не будь Хату Басен, я извиняю. я считаю. Человек, молодец, 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 никого, не надо никого бояться. Действительно, страх – это самая сильная эмоция, которая может остановить человека. Не надо бояться. Если человек говорит правду, как мой детский говорит, Ава, да? Никогда ничего не бойся, и тогда ты будешь сильным. И тогда мы все объединились. Когда мы едины, мы непобедимы. Калутия! Ура-ла! Ура! 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 Ну, это сильно, конечно. Продолжать не буду. Это очень сильно. Айнам Гох, Манахас, прежде чем предоставить слово следующему человеку, выступающему, я хочу поделиться вот чем. Позавчера, по-моему, мне позвонил депутат Государственной Думы Олег Васильевич Шейн, он астраханец. С ним я знаком очень давно. В 2004 году он поддержал нас, нас избитых, арестованных. Это единственный депутат Государственной Думы, а вот он здесь, который прислал сюда своего помощника и сам выступил в Государственной Думе и осудил действия калмыцких властей. А теперь он просит слова. Олег Васильевич Шейн, депутат Государственной Думы. Дорогие друзья, Мы на самом деле с и Владимиром Банмаевым, и с многими другими знаем много-много лет. И задолго до 2004 года, когда во время диктатуры Лужезова мы в астрахане помогали печатать газеты и потом переправляли машина сюда, в Алиску, чтобы люди знали правду о происходящем республике. И в 2004 году, когда мой товарищ адвокат Станислав Партелов, позднее убитый нацистами в центре Москвы, прийдет сюда выручать тех людей, кого бросали по КПЗ, кому угрожали. И вы помните ту историю, когда местный прокурор вспоминал еще нагладую депортацию 44-го года. Я хочу сказать вам огромное спасибо, когда в 2012 году в астрахане вы боролись против мафии, против криминала. Вы приезжали к нам на выручку о риме-доминистных событиях в Астрахане в 2012 году. Я этого не забыл. Мы этого не забыли. Поэтому мы с вами. И сегодня ответ на вопрос, что делать, он предельно простой. Кто должен быть мэром города? Торопейсников, Иванов, Дельжигоряев, Терещенко должны решать сами жители города. Здесь выступал мой товарищ Наталья Манжикова. Она уже говорила о нашей позиции. Она очень простая. Довольно возвращены всенародные выборы мэра города. И тогда народ сам скажет, кого он хочет видеть, кого он доверяет и с кем он собирается идти вперед. Спасибо. Слово предоставляйте Басангову. Целекинг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 У 된 отецы А кто вы! А нас боятся? Я скажу это молебцы Плохам и суд идеологи Что боитсяено sideits? Наштают у него равен slavery Поэтому, значит, душа болит. Он так сказал в тот раз, что омрачение присутствует. Оно реально присутствует, это омрачение. И хочется замечать на весь мир, ребята, вы живые, мы здесь оживем. Спасибо всем. Молодец, да. Вот рядом стоит молодой человек, попросил слово. Болееет Борис. АПЛОДИСМЕНТЫ То, что это долг каждого из нас. Многие говорят, пошагите назад, подождите, посмотрите. Шагать, места для шага нет. Заде пропасть. Старпезы как, это черта, за которую нафиг ходить нельзя. Потому что есть только место для шага вперед. На кону репутация нашего народа. Ее сохранили, нашу землю, культуру, язык, наши предки. Моей Эйджи было 10 лет, когда ее выслали в Сибирь. Десятилетним возрасте она валила лес, помогала валить лес своим родителям. Они сделали невозможное. Поколение наших ЭЧА сделали то, что это просто невозможно. И по статистике сильное поколение рождается через поколение. Поколение наших ЭЧА – это сильное поколение. Мы то, что следующее поколение, которое изменит историю нашего народа в лучшую сторону. Правильно! Молодец! Я предоставлю слово Тарнееву Николаю Маккаевичу. А то он меня просто сильно на меня обидится. Только я прошу, Николай, я вот при всех прошу. Три минуты, все. Нету земляки, любое место, мы все люди и мы все жители своей республики, своей земли. Здесь нация уже ни о чем не говорит. Я хочу сказать, я Тарнеев Николай Маккаевич. Меня много раз накалывали, издевали ножки, оружие, чтобы поймали в Сослищий пищ. Мне молодежь вот это все помогла. Москвы это все. Я не просил помощи. Это просто моя земля. Я прошу, потому что мы людей выбираем. Выбираем мы свои просьбы. Но они грабят нас. Мы должны сказать правду. Я хочу сказать о сегодняшнем дне. Но что происходит? Почему мы люди? Почему мы с Сибири приехали? Два раза нас лишали автономии. Почему? Я думаю, только из-за того, что нас боятся. Потому что у нас, где она течет кровь, воина. Она всю жизнь воевала, воевала ради своего будущего, светлого повещения. Чтобы нас никто не разорвал. Чтобы не было такого, как сегодня происходит. Почему с нами не считают так? У нас у всех есть эти люди. Я сегодня хочу. Вот то, что сегодня. Песня есть, на которой. Это говорит о многом о сегодняшнем дне. Что сегодня мы творим, Холингус? Мы не спасаем друг друга. Мы сегодня будем убивать земли. Стреляют каждый день. Земли перед точками. Это не халмыки делают. Очнитесь. На улице Сухглова, когда человек убивает друг друга. Давайте беречь друг друга. Это наш стол. Если мы сбережем, если возьмемся каждый сам за свои действия, за свои поступки, за свои поступки в себе, мы тогда поднимем город. Мы поднимем и будем жить нормально. Народ это власть. Просто мы. Мы должны быть счастливы. Мы все остреньки. Мир всего. Мы свободные люди. Нас местами должны защитить. Мы. Мы просто были душевные. Мы у нас в плене всегда, пусть в Сибири были открыты. И вот это вот нас все вроде понимают, что разные жульники проходимые пришли. Сначала наши начали грабить нас. Вот нам и следующее. А сейчас пошло, что все проведем при нас. Все деньги у них. Так что. Мира все. Мира. Дорогие друзья, наш митинг должен закончиться в 3 часа по времени. Надо зачитать резолюцию, принять ее. У меня записано еще 10 ораторов. Дадим им слово. Все хотят выступить. Все люди достойные. Давай тогда. Вот последнее здесь. Последнее. Люди слушать пойдет. Последнее Санжимова Оксана Сергеевна. Все, я подвожу черту. После нее никто не будет выступать. А сейчас я предоставляю слово Гелянникову Николаеву. Активисту. Нашему гражданскому активисту. Студентам. 10 человек. А вы выступали? Не еду, не выступала. Всем добрый день. Метод. Я хотел обратиться ко всем. Две минуты. Хорошо, уложу 3 минуты. Даже может быстрее. Я хочу сказать всем, 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 кто меня слышит. Студенты, учителя, врачи, бюджетники, в общем. Недавно, да, я обращался к руководству университета. Они мне сказали, что меня никто не отчислит, да? Хотя ходили слухи, что студентов могут отчислить. Преподаватели, я учусь на историках. Преподаватели говорят, мы тебя поддерживаем. Потому что во все времена историки вершили революцию. Историки, философы. И вот, я надеюсь, что я сегодня, не боясь выступить перед вами, заражу вас этим самым. То, чтобы вы не боялись. То, чтобы вы тоже можете высказать свое мнение. Хватит спать. Цертын, цертын. Вот много всего отказано, да? Хорошего, положительного. Давайте вместе творить историю нашей республики. Историю нашего города. Вместе у нас сила. Я уроженец Секебрудского района. Я родился в городе, на самом деле. Ну, понимаете, да? Бывает такое. Родился в городе, а записали в поселке урождение. Но я хочу сказать, я прожил с детства в этом городе. И я, как никто другой, как любой из вас, да? Могу смело заявить, и вы все. Я хочу услышать всю площадь вот эту вот, да? Это наш город! 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 Я предоставляю слово Санжиеву, Арстану Бомбайовичу. Известному республике человека. Это наш город! Sanderson. Что мы говорили? Не вари свое мясо в чужом котле. Это наши предки сказали. Мудрия всяSON. Видимо, они имели в виду всех, как предупреждали нас не варить и потом они тоже предупреждали не варить мясо в котле Капельсникова или в котле этого, кто это у нас? Зайцева и прочее, да? Почему вот такое у нас творится в листе Улан-Удэ, в Москве, Питере, во всей России я хотел вот корень, то, что Манжукова, она, конечно, я тебе говорю, а то она видит там 11 или 8 сентября, да, правильно, но я хотел еще дальше посмотреть, говорить, почему это во всей России так творится, вот такие безобразия, потому что в России, к сожалению, не выстроено, на мой взгляд, нормально гражданское общество, к сожалению, Владимир Путин, он за 20 лет свое управление не выстроил, не выполнил свою самую главную историческую миссию, не превратил Россию в современное демократическое общество, страну, развитую во всех отношениях. И именно поэтому, именно поэтому творятся такие безобразия, когда присылают нам всяких эмиссаров с Кремля, не читая с мнением народа, навязывают всяких, я не буду в жульнике проходиться, но всякие скажут, случайные люди к нам попадают, неизвестные, это неправильно, министр однократный, первый-первый. И вот я хочу сказать дальше, я всегда раз, я честно скажу, один раз я проголосовал за Бату Хасикова сейчас, потому что считалось, что он лучше, чем в конец, чем Алексей Орлов. Но его эти назначения, его вот эти кривые действия, как сегодня сказали, они наводят на очень такие печальные разрушения. Мы же к нему обратились как за последнюю надежду после Любжинова, после Орлова, что наконец-то Вектор повернется в правильную сторону. 26 лет мы уже потеряли в своем движении. И вот такая картина у нас получается. И я хочу сказать, что за Путина, к сожалению, я тоже первый раз голосовал, но он придет после этого пьяницы Ленцина, наконец-то представительного нового поколения, образованный, грамотный, пожил на Западе, знает языки и будет делать современное общество в России. И что мы имеем в сухом остатке? Кучку оживающих олигархов и нищий бесправный народ. Чего? Правильно я говорю? Да, Россия, я могу сказать. И более того, я скажу, оказалось, что Путин Владимир Владимирович, он очень доверчивый, очень наивный, очень легковерный человек. И это на любом суде подтвержден. Глядя в глаза Путину, и Любжинову, и Орлову, которые дурили, вводили за нас Путина много-много лет, обманывали его, обманывали нас. Любжинов, мы же знаем, сколько он наворовал, и сколько он раз обманывал, правильно? Говорил нам, и Путин убрал тоже. На одном заседании, я сам по телевизору смотрю, монахин хулут, пугас хулут, пугас хулут, дано хуяр хулут. И он говорит, помню, такое было, значит, мероприятие, вот Путин сидит, вся эта гвардия, и он говорит, монахин, кирсан, вред. У нас здесь летовые мельницы работают, электричество идет, вот так вот все. Этот Путин сглотнул, ну, такое модное сновечко, да, у нас появилось последнее. Путин сглотнул, лучков, тот обиделся, говорит, что кирсан говорит, вот говорит, а мы тоже уже построили, то есть тоже сглотнул эту ложь. А этот Орлов, который, в общем-то, продолжение наихудшем варианте, значит, кирсановщины, вот этот Орлов, как он еще произошел с моего учителя, этого кирсановщины, вот уже сидя в кабинете президента России, напротив, в глаза глядя Путину, обманываясь о том, что вода уже пришла в листу. Мы же все это видели, да? Да! И уже Путин очередной опять схлотнул. Но я думаю, очень наивный такой человек, мелковерный, такой, я думаю, такой человек разве может руководить огромной страной, как Россия, но он должен тогда, я как человек человеку, и как гражданин гражданину ему скажу, попрошу и потребую, хоть и она, ты не смог, Владимир Владимирович Путин, ты не смог выполнить свою главную задачу, ты не сделал, не построил нормальное современное общество России. У тебя было 20 лет, абсолютная власть. Но, и вот то, что сейчас у нас в Халмыге сейчас творится, это продолжение той же политики, его. Поэтому я хотел бы обращаясь сказать к Путину, будь она, уходи, 20 февралю, дай другим справиться. А обращаясь к Хасикову, к Батру Сергеевичу, за которого я голосовал, я хочу сказать, Батру Сергеевичу, наберись мужества, будь достойным своих великих предков. Наши калмыцкие ханы, наши калмыцкие вождей никогда не ломали шарфу ни перед китайским императором, ни перед российским императором, будь достойным своих великих предков. Если тебе невозможно это сделать, тогда ты тоже, наверное, сможешь уйди. Тойдусь и другие калмыки, которые будут достойно представлять интересы нашего народа и защищать наши национальные интересы. А тропеднику, тропеднику все просто и коротко, это человек бесчестный, он даже не может, понимая, что он представляет свою другу Бату, давно бы сказал, все, я уезжаю, оставайся Бату, я не хочу подвести ни тебя, ни твой народ. А потом бы приехав через год, через пять, ну пошел бы какую-нибудь, может быть, на должность, мы ему предложили бы, если он такой патриот, да? Ну и дали бы, да, вхозом будет заработать. Или за вхозом нельзя. Тоже начать, да? Поэтому, извините, я заранее можно... заранее прошу прощения у присутствующих здесь там, но я бы сказал коротко и ясно, по тропеднику, по нашему митингу, тропеднику, тропеднику, тропезду. Слово просит Басан Захара, Басан Александрович, приготовиться Ачирову, Басан. Добрый день. А что, Бабаич? Красава. Я вообще, знаете, в интернете пишу все время, да? У меня такое ощущение, что... Ну, сейчас можно снимать онлайн, да, шоу, вот у нас, по-моему, сейчас онлайн-шоу идет тупой и еще тупее. Вот вы обратите внимание, да, вот как назначения эти происходят, да? Как они в интернете себя ведут? Да, я и тынг, вчера вдруг все эти чиновники начали писать, какой Бату хороший, давайте поддержим Бату. Вообще-то мы сейчас пока еще не так сильно против Бату, сколько больше против тропезников. Но у них все-таки тоже где-то есть, и они не могут, ну, записать, да давайте тропезик оставь, дадим ему время. И вот они на Бату встываются, Бату их как бы такая палочка-наручалочка, как будто совесть у них чистая, ну, относительно так. Как будто чуть-чуть замарался, но в основном он еще как будто ничего. Вот как бы немножко беременные, да, вот они такие. Вот, я бы надумал, я хочу сейчас сказать, вот тупой еще тупее этот сериал пройдет, да, он в любом случае пройдет, он не может длиться вечно, не может вечно длиться вот этот вардак, который они устроили, с этой, да, вот, самый короткий ремонт в истории человечества. Ребята сняли, да, парни на этих шестянах, и тут же их одели. Вы можете, молодцы, красавцы. Позор в Асику. Посмотрели на них, да. Понимаете, вот эта тупизна и мелочь, это пакостничество, да, с их стороны, это о чем говорит? О чем говорит? Позорники, позорники. Мелкие люди, мелкие. Очень мелкие люди, они хотят нами руководить. Я вот историк, да, я, честно говоря, не профессиональный, ну, я учился на истории, но, ну, хотя, да, музеем занимаюсь, наверное, профессиональный историк. Я хочу сказать, мы один из тех немногих народов в мире, кто никогда в своей истории не был завоен. Никто, никогда, айратов не мог сновидеть. Мы на два, на три фронта одновременно воевали, и никто не мог сломить нас. Айраты занимали территорию от Гона до Едисея, от Урала до границ Индии в течение полутора столетий практически. И три государства у нас было. И я хочу что сказать. Если бы мы, наши ханы, были бы такие же, как вот сегодня, потом поступают, кем бы мы были, кем бы мы были, там просто пьяный человек, провокация, да, не обожайте. Надо просто милицию вызвать, пусть милиция своей... Убирает, убирает. Я просто выиграл человека. Мы айраты. У нас айратская кровь. И сегодня мы еще раз показали, что мы айраты. Мы не можем смириться с тем, что нами правят горы и жулики. Мы пришли сегодня сказать им нет. Четкое нет. Мы сказали в прошлое, мы в этот раз сказали. Мы еще раз скажем, сколько надо сказать, мы столько скажем. И напоследок я хочу пожелать, почему к нам эти варяги сюда приходят. Мы победители, у нас нет комплексов перед другими. Путь, мы всегда рады гостям. Но мы слишком стали толерантны. Вот сегодня заходят к нам федеральные сети, и мы, Аману и Гагат, туда идем и покупаем. В это время наши местные предприниматели загибаются. Хватит. Ребята, друзья мои, давайте ходить в наши магазины, в наши предприятия. Они здесь живут. Их дети здесь в школу ходят. Они здесь платят налоги. Хватит хранить Москву. Хватит хранить другие города. Давайте ходить в наши магазины. Всем спасибо. Харимуту Ролан. Кемистан наша. Спасибо. Спасибо, Басан. А теперь я чирю, Басан. Я хочу сказать, мы здесь все собрались, для того, чтобы выразить свое несогласие. Тем, что у нас считают баранами и нам назначают пустухов. Тогда, никогда не было так в истории Калмыкии. Наши так хотят загнуть. Как в гражданскую войну лубали детей из стариков. Когда нас отправляли в Сибирь, пока наши деды воевали. Пока мы подумали, хорошо, что у нас появился, наш был у нас во главе Манабатор Басан Бадминович. Он поднял всю Калмыкию наверх. Но вы посмотрите сейчас, что у нас творится. Эти три прыжка, которые пришли, они нас уронили до колена. Они слушают всю Москву. Мы кормим их. Мы погромы. У них как собачки. Так должно не идти. Хватит им прощать. Надо свое слово иметь. Свою гордость калмыцкую. Хватит, дам сказать. Пускай хватит, не был. Валит сюда, Донбасс свой, конечно. И надо проявлять скупомой на песни и Кирсана, и Орлова. Всех, кто у нас все создал, все разграбил. Так не может долго продолжаться. Хватит молчать. Хватит на колени стоять. Мы голды народ калмыцкие. Мы прошли в эту Россию. А Россия нам должна и обязана. Всех, кто историю знает, это мировая история. Россия, если бы не калмыки, этой России бы и не было. Никто не мог победить. Крым, никто не мог победить туристских воинов. Только калмыки вышли, победили, освободили в Крым. Тогда Екатерина зашла и сказала, Крым мой. А теперь нас, хотя как собак, задушить и убить. Нет? Хватит вам. Хватит нам молчать. Хороша же нас душит Россия. Нас хотят разогнать. Потому что мы сейчас везде расползаемся по всей России. Что у нас нет, что этот калмыков, они везде работают и хорошо себя показывают. в Сибирь, везде. Там много очень слышно, как калмыки работают. Надо, надо своих, своих, своих. Хватит вас, хватит вас, Молодец! Молодец! На митинг люди приехали из разных районов. Вот здесь стоит моя знакомая, Вера Бембеевна Кичикова. Она из Яшкуда приехала. Я хочу дать ей слово, только Вера Бембеевна вы здесь стоять не сможете. Я переживаю вообще за народ. Я не публичный человек. Время очень мало, много бы хотелось сказать. Я поддерживаю всех, кто здесь выступал. Нас обозвали, нас как хотели, оскорбили, и баранами, и те, только мы пели. Мы умеем, мы можем терпеть, но когда-то теперь, вы сами знаете. Всему приходит конец. Если, когда-то наши предки, которые завоевали здесь, за нас, жизнь отдали, они говорили, саргэ сэнгатагирхэ, саргэ сэнгатагирхэ, и они саргэ сэнгатагирхэ, они бахчут, водахчут там, то сарг, то сарг, в весенне, уже пьючтам, вот так улад, они имеют свое слово сказать. И мы должны поддержать всех. Я очень много слышу, а всякое слышу. Кто-то плохой говорит, кто-то хороший говорит, кто-то поддерживает, кто-то оскорбляет, как хотят. Но на ту же, Президент, президент, у глаза врат. Мы тоже это проглотили. Я надеялась, я верила в Бату. Я очень была рада, я даже заснёжно вратилась, когда поставили Бату. Молодого парня. Он наш тоже сын. Но я засомневалась. Когда он президенту даже не сказал на видео, везде все мы знаем, все мы слышали, видели, как президент говорил, что вода есть. Неужели Бату не мог тогда сказать на основании именно вот этих фактов сказать? Да. Извините, пожалуйста. Вот был Орлов. Глаза в гору сказал, что вода есть, но оказывается нет воды. Мог же он это сказать? Мог. Но этого он не сказал. И дальше он продолжает нас унижать уже. Ладно, он, пара, мы не обозвали его к МРТС. Вы все знаете, мы это проглатили. Многие говорят, почему мы молчали? И сейчас я знаю, что будут многие говорить, что за это женщина приехала с Яшкуля. Я пенсионерка. Я многодетная мать. Я семерых детей мать, ребят. Я в Одессе, видите, десять раз я уже стала в минуту. Бабушка, то есть в десяти минуту. Но я не безразлично. Мне очень больно. За наш народ, за молодых. Все молодые ребята, которые сейчас выступают, которые организовали вот это, я за них переживала. Я день и ночь за них переживаю, потому что у меня двух взрослых детей насильно убили. Об этом, наверное, вся страна знает, как на территории зоны подкинули мою дочь. Я птичка дана мамой. Я хочу, чтобы детей наших без спотио не убивали. Я не хочу, чтобы была война. Я не хочу, чтобы трапезников здесь командовал и здесь затеял войну. Здесь нас разделили уже на две части, на две группы. Я не понимаю, как можно разделить мы одной крови. Мы на этой земле вместе живем. С колодца будем пить эту воду все вместе мы. Как это можно разделить наш народ? Как можно? Мы же люди. Мы одинаковые крови все, несмотря на национальность там. Но трапезник – это чужой человек. Он здесь не жил. Ему не жить здесь. Мы здесь живем. Я сейчас не с трибуна выступаю, но я понимаю. Когда я узнала, что там разбомбили, я думаю, ну как это низко падает? Кто это затеял? Неужели об этом не слышит, не докладывает Батум? Батум, где ты? Почему не мог прийти, но выйти сюда на урок? Это уже не первый раз митик. Я не первый раз приезжаю и поддерживаю. Просто как сама житель, как мать благодетная. Я защищаю всех детей своих. Все наши дети – это мои дети. Это вот, которые молодежь, это наши дети, это наши сыновья. Также здесь много бабушек и дедушек. Много у всех у них внуки. Если мы не защитим своих детей, кто тогда защитит их? Кто? Кому наши дети нужны? Мы – матери. Когда случилось бедой, мне поддержали матери республики. Они официально написали обращение. Я по сей день бьюсь, как говорится, с этой коррупцией. Где Батум, где эта власть? Они мне не помогали ничем, чтобы раскрылось это следствие. Сейчас 10 лет уже, по сей день я говорю. Мне единственный человек, который помогал здесь, он стоит, Валерий Антонович, подмайер. Он на всех судах был. И по сей день мы еще судимся. Я не знаю, эти оборотни еще среди нас живут. В полиции есть хорошие люди. И мои родственники есть. И мои племянники есть, которые тоже погонят. Но они все же такие оборотни. Мы – матери, мы рождаем же детей. Не для того, чтобы без мотива убивали, из-за штока вот так, затевали войну и разделяли наш народ на какие-то там нации, на какие-то там деления, разделения. Зачем это нам нужно? Нам нужен мир. Мир везде. И не только здесь. Нам нужна экология. И нам нужен этот трапезник. А в России не видят, как здесь разрушает все это там круг. И вчера был Батух Асиков у нас в Яшкве. У него было время покататься с байперами, там не как его называют. Они в центре города катались. Но разве можно, когда здесь народ просит? Он об этом знал, что будет митинг. И я даже уверенно могу сказать, что об этом, то, что здесь говорилось, наверное, они уже закладывали. Я поэтому хочу всем-всем спасибо сказать, что вы поддерживаете молодежь. Надо держаться всем вместе. Пусть будет мир. И пусть это трапезников уедет за добром с нашей Родины. Максим, сейчас слово просит Максим, извините, фамилия. А, Цедена. А, Цедена, Максим хочет сказать пару слов. Митинг, ГТО, Митинг, меня зовут Максим, фамилия моя Цеденов. Хотел сказать о той великой воде, которую нам вели, Левогубков. Она изначально была ядовитая. Вчинить 20 лет человек, употребляя такую воду, умрет. Есть, как называется, есть экспертиза. Наш врач, врач, который занимался этим вещами, он не допускал эту воду. Изначально вода делалась, была отравленной. И сюда ее запускать нельзя было. Потом ребята, которые работали на Вагибургском районе и прокладывали трубу. Наши калмыцкие рабочие делали трубу и закладывали трубу как надо. А следующие связи были, где работали ставропольчане и волгоградцы. Они делали просто колодец, полметры трубы в одну сторону, полметры трубы в другую сторону. Все, больше ничего не делали. То есть трубу даже не закапывали изначально. Поэтому воды не было и не будет. И это направление слева к губке, оно бессмысленное. Его восстанавливать вообще нет смысла. Это отмылочные деньги. Это отмылочные деньги. И сегодня, например, человек, который сидит, вот вы все знаете, как у нас происходит, да? Вот у нас проконеры на Волге. Вловят рыбу. Их поймали. Говорят, кто подпишется, да? Кто пойдет. Не сажают же всех пяти человек, которые ловили рыбу. А сажают только одного человека, который согласился. Так же, либо у которого чистая судьба, нет ли одного привода, и он может спокойно съехать. В этом же случае тоже такая же ситуация. У нас Орлов съехал, а другой взял на себя. И сегодня сидите, и вы езжите через полтора года, наверное, выйдет. В гавнувском народе у монголов не было такой привычки. Их было самым зазорным грехом обманывать, обмануть доверившегося ему человека. Сегодня по ту Сергеевичу, мы ему доверились, а он нас обманул. Далой его! Он целый месяц вместе со своими друзями обманывал нас. Ребята говорят совершенно справедливые вещи. В прошлом году, по-моему, или в этом году я забыл. Я в своей газете опубликовал, ведь все анализы по этой воде, опубликовал огромный материал. Там четко было написано, что вода непригодна для питья. Все читатели нашей газеты читали. Так что эта тема известна всем. Пашкаев Владимир Евгеньевич. Малые терпеты. Наш район всегда считался самым позиционным. Мы никогда больше 50% за Единую Россию не давали. Я, ну, всем вам собравшись, мне сказать нечего. Вы сюда пришли, вы все об этом знаете. Я хочу обратиться к тем, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире. Те, кто не смог приехать. Я знаю, что многие хотели бы, но не смогли. И еще есть те люди, которые хотят отсидеться, отмолчаться, отсидеться, но это вряд ли получится. Сегодня вы промолчите, а завтра в ваш дом придет другой трапезников. Вы думаете, что у вас это не коснется. Вот разговариваешь с этим принимателем, он говорит, у меня есть магазин, у меня есть кафе, мне зачем этот митинг нужен? Я говорю, ну, завтра придет человек, его назначат сюда, в район, он скажет, вот этот магазин мне нравится, или не нравится, его надо убрать. И все, и ты так же поедешь в Москву, будешь сидеть там, или те же чабаны, говорят, у меня точка есть. Мне что, мне две тяголовки сходят, зачем мне ваш митинг нужен? Я говорю, ну, хорошо, а завтра в эту землю придет опять же другой человек, такой же вариант. Он скажет, а вот эта земля мне понравилась, и ты будешь один сопротивляться, не придут свои земляки, тоже так же будут сидеть и молчать. Поэтому не стоит сидеть и молчать, надо говорить. Если не можешь сказать, принеси тысячу рублей, отдай тем людям, которые хотят приехать, но у которых нет этих денег. Нет просто денег на то, чтобы доехать до Эльберсы, выставить свои митинги. Поэтому не молчите, идите и говорите. Я не голосуем, потому что я сам, вот, обращаюсь так же к нашим полицейским. Я 15 лет проходил погонах, работал в МЧС. И вот такие же варяги приезжают к нам, вы знаете, в МВД, назначают начальником, в МЧС, они приезжают сюда за генеральскими погонами. Это генеральская должность, они приезжают в Калмыкии, получают погоны, уезжают. И получают они не за просто так, они платят за это деньги. И деньги берут, опять же, от всего, не со своих карман. И когда я выступил против, чтобы это было, меня тупо уволили за три года до пенсии. Но я говорю вам, не бойтесь, никто не умрет с голода здесь, никто не потокнет. Уволят вас или всех сразу не уволят. Не бойтесь, идите вперед и не отступайте. Спасибо, кто собрался здесь, в МЧС. Молодец, здорово выступил. Я вот в фейсбуке у меня в друзьях Боаванка и ты Валентина. Я ее вживую никогда не видел, но сейчас она хочет выступить. Боаванку указывали. Боаванку указывали. Я считаю. Боаванку указывали. Валентина. Вот я подник. Халя-каля. Халя-каля. И ему халя, вот такую силу взять, не использовать батут. Вот вышел бы к вам и сказал, ребята, халя-каля, 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 нам долег с Волтен, халя-каля, халя-каля. Какая бы была сила. И вот это и нет! Я сейчас не делай, думала, но не буду выступать. Монахами, как бы нельзя. Муха, вау, 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 вау! Вау, 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 вау! Но это нам, таки, тюбик жертвы к себе же нельзя. Я, ка, солдару, вау, вау! Нам, юно, так, некая даран, батуа, санцарклата, как не жалчанаш нервкан агаразы, толгагы соцтанузы, токшанаш бежелец. Тегас, ода... Инги кетсіні бе айня... Шүрікші, бей, бақшу, шүрікші. Шүрікші нерәрін, өкер жақшы кез. Одахи бґтсіні шүрікім. Тегас, ода... Шүркат келлев, Қансы, сағанды беше... Бәсі мананеке жангыртші, Таран халяға дұртақыма. Девчатки сын, а шута йоу, дега калып, бишьсям, шелуги мене. Янгыран хайлап екенев, жевер олгадык биле, калдым дега келем. Хансы сана орулла, янгыр сонгыр альдым, кеды балтын, яқсым, күрткылыз калдин келахин, кенден еже бәрілсін. Қазағасы естіне сеткіл, ғазырын күчі толшқо, Әчі ауын заңқышал, еврегі күчі саншқо. Ой, бада күнсі, еврегі күчі саншқо. Дөлігім менгіне, негісін, дұғы дұғы реті сонгысым, дүркірсін, қәліген дүркін, дөлі айтсі болсым. Саған көрсі орын, саған қаләзім болла. Сейлімсін, тана болсын, сеткіл әңгейсім болла. Ақчымын зұрин орынды, ағлықсыз бола дұдып, ағлықтан бі чәті күрәгейді. Ақшқын, жанғырчан, медөліп, саған замын әлімпін, солығын қодым болла, чешқо байыр өтәжі, чияқтың керіптік біле. Қашуыстың дүркінәрін өгіді, ғоршық ойған өгейді. Арсын ке, артын тодасы, алықтан қарсын ке, босын! Бұл 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 Бо Сенитті, елес келмәк сөйткен. Мен сұрлықтың кізді қатір. Эдуард Балтыққа. Дорогие земляки, мы калмыки, урожынсы калмыки, других национальностей, которые вынуждены уехали в другие города и страны, сейчас с вами. Мы все сейчас хренули к экранам своих смартфонов и компьютеров. Мы далеко от родной земли, но наша душа здесь, на родине, степят Калмыкии. Каждый из нас готов отдать ради своей родины, ради ее процветания, все, что у нас есть, включая свою жизнь. А зачем нам нужна наша жизнь без нашей родины, Калмыкии? Здесь, в Калмыкии, похоронены все мои предки, за исключением тех, кого косулись репрессии. И мы не знаем, где они нашли свой приют, в частности, мой дед Балтык. И мы хотим, чтобы наш народ сам решал свою судьбу, свободно и независимо от чьей-либо злой воли. Нам не могут навязывать тех людей, которых не хочет видеть своими руководителями наш народ. Мы не колония, чтобы нам навязывать ненужные нам решения. По конституции Российской Федерации Калмыкия является государством в составе Федерации. Ну что, что он тут много написал, я хочу закончить словами. Уралан Харимгуд, то, что он написал. И я хотел сказать, что мне также сейчас позвонили друзья из Москвы. Одного из них, моего земляка, они просили, чтобы я назвал их имена. Это Умкеев Александр Бомбаевич, его везут на операцию в больницу. Но он, тем не менее, просил передать самые теплые слова участника митинга. И всей нашей республики, всем народом нашей республики. И к нему присоединяется его лучший друг Эдуард Наминов. Хочу сказать, мы не одни друзья мои. Хорошо? Дорогие друзья, осталось два выступающих. Сейчас выступит СОД ОМУНов. СОД-то где? И потом Санжилова Оксана Сергеевна подведет Черкова. Ты обознался. Он дома. Грендут Харимгуд. Здравствуйте, дорогие земляки. Я очень рад вас всех здесь видеть. Вижу и не только талмыков, вижу русских, кавказов здесь, в других национальностях, артистов вижу, бюджетников вижу. Это очень радует, да? И хочу от себя обратиться, да, к Диме Трапезникову и вообще к руководству нашему. Вы вот такими своими действиями, да, вы недооцениваете наш народ. Здесь вот, я не знаю, сколько тысяч людей, да, у них у всех есть родственники, по 10, по 20 человек, у всех есть. Мы принадлежим к родам. Я вчера посмотрел ролик 2014 года, да, газелисты в один день не выехали на работу и парализовали весь город. Весь город они парализовали и вынуждены были люди власти пойти им на уступки. Я хочу вам сказать, вы такими действиями доведете до того, что не только газелисты не выйдут в городе, ни один ребенок не придет в школу, ни один студент не придет в университет. Все будут сидеть дома, все будут сидеть дома, варить, кушать, воспитывать своих детей. Вы тогда, что будете делать вообще? Вот у меня вопрос, что будете делать? Изуман нас выгонять на работу или куда-то еще? Мне стыдно за то, что вот сегодня вот с этой сценой так получилось. Да ладно, мы, молодежь, мы можем на дерево залезть, что-то сказать, да? А тут, какшун, 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 надо поднимать на эту скамейку, это что такое? Вы что, гоните, что ли? Правильно! Вы что, гоните, что ли? Кто ли он сам в своей жизни что-то перепутал, да? Или его самого вводят в заблуждение? Хочу обратиться всем Архтаза Луц, которые там за пределами нашей Калмыкии, да? Которые иногда выступают в интернете, говорят, какие-то советы раздают, молодежи раздают, всем жителям, да? Я хочу обратиться к вам. Единственное, что нужно проглотить всем Калмыкам, это нужно проглотить тщеславие и нужно проглотить страх. И вот тогда можно полететь в светлое будущее. Архангус! Уралан! Я предоставляю слово Санжиновой Оксане. Метод Холингус! Доброго дня мой родной город, моя родная республика! Я слез в глазах, мне обидно было сегодня, когда я шла из дома, я живу в стороне центра, я шла из дома и смотрю, озираюсь на наших гаражах, которые живут какой-то отдельной жизнью. У них какое-то безразличие в глазах или кусок хлеба в глазах. Я тоже человек небогатый, у меня тоже дети, у меня тоже есть свои проблемы. Я иду и думаю, а почему я иду, а они катаются, да, сидят, улыбаются, смеются, как будто они живут одним днем. Но я хочу сейчас обратиться к ним ко всем. Дорогие мои земляки, очнитесь, проснитесь, поддержите нас наконец-то. Вы, Боже, хотим жить так же, как, видимо, вы хорошо живете, судя по тому, что я сегодня увидела. Давайте вместе выходить на улицы нашего города и двигаться к тому, чтобы мы все жили хорошо. Хорошо. Я дальше хочу обратиться к Дмитрию Викторовичу Трапезникову. Дмитрий Викторович, да, вы меня сейчас увидите потом, наверняка. Дмитрий Викторович, у вас достоинство есть, в конце концов? Нету, нету. Вы проситесь и поймите, что вас здесь видят, не хотят. Уезжайте отсюда, уходите. Уходи, уходи. Я хочу обратиться к Дмитрию Сергеевичу как-никак главе нашей республики, поэтому я не буду ему тыкать, говорить Бату, там, да, эй, тык. Я скажу, уважаемый Бату Сергеевич, я тоже уверена, что вы наверняка увидите мое выступление. Я в этой жизни поднималась сама, никого не боюсь. Не боюсь там возможных репрессий, гонений и так далее, да. Уважаемый Бату Сергеевич, пожалуйста, я на предыдущем митинге говорила. Бату Сергеевич, вы почему народ свой довели до такого унижения? Вы сейчас там в кабинете на скейте катаетесь, да, или там, я не знаю, воду выбираете, какую вам попить. А люди здесь в колоке стоят на протяжении трех часов, молодые, старики. Почему они здесь стоят? А вы где? Бату Сергеевич, где вы? Я вот сейчас вам, когда я услышала Бату Сергеевича, когда он какие-то сравнения производил с деятельностью Басана Бадминовича Гортовикова, я, честно сказать, в очередной раз была шокирована, я не знаю, его такой самоуверенностью, слабизмом, или что это такое, высокомерие. Томас, зачитывая речь у меня, есть мечта сравнивать себя с Мартином Лутером Кингом. Томас с Басаном Бадминовичем себя решил сравнить. Бату Сергеевич, Басан Бадминович, когда сюда приехал, его назначили, он на каждое собрание маленькой организации приезжал сам, по бездорожью ездил. Он никогда, никогда, в свои, все годы своего правления, а тем более в первый год правления, он никогда не игнорировал глаз своего народа. Он уважал народ и приходил к нему. До этого Басана Бадминовича считали человеком совестью. Он и сам признавался, и все его соплеменники говорили, и наверняка многие из вас здесь знают, да? Я хочу сказать, Басан Баду Сергеевич, прочитайте книгу Алексея Балакаева «Народный генерал», и вы поймете, каким должен быть руководитель, или хотя бы начнете стремиться к этому. Басан Бадминович к критику народа слышал, и он действовал так, как его просил народ. А не так, как вы, Бату Сергеевич. Батан Бадминович, Батан Бадминович, Батан Бадминович, Батан Бадминович! Батан Бадминович, Батан Бадминович, Батан Бадминович! Не только калмыков, а всех, кто жил с калмыков и вместе, разных национальностей, никого не умоляю! Так вот, калмынский народ всегда вставал, как ход горал и лед, возрождался из пепла и шел вперед! Так помогите же нам, земляки, сейчас! Поддержите нас! Где вы? Я хочу сказать, что я уже не буду долго говорить Я просто когда предыдущие выступления на предыдущем митинге не представилась Я хочу просто объяснить, в связи с чем связано мое присутствие здесь Я по своей деятельности профессиональный юрист Мне в принципе тоже это все было далеко Но когда по тем или иным причинам я услышала о том, что будут вот такие вот собрания, сходы, митинги Я волновалась за каждого человека и волновалась за то, что будут всякие провокации, которые мы и так видим Что людей будут привлекать ни за что Поэтому я решила тоже в этом участвовать, чтобы со стороны законной обеспечивать порядок И помогать нашим простым людям, которых можно легко взять за ручки и увезти в те или иные кабинеты Поэтому я еще раз хочу попросить вот таких, как я, юристов, да, бьющих с тьмя в грудь У нас много, они ведут страницы в Инстаграме, ВКонтакте и так далее У меня этих страниц нету Но те, кто там сидят, придите тоже, помогите чем-нибудь Вы же зарабатываете деньги на вот этих людей, да, когда оказываете юридические услуги Придите в ОТНФ бесплатно и их поддержите Помогите им Спасибо большое всем тем, кто сюда пришел Еще раз прошу, пожалуйста, земляки, приходите к нам, поддерживайте нас И закончу свое выступление словами Басана Бадминовича Городовикова Еще раз, да, к нему возвращаюсь Когда он уже был неудел, когда его с должности отправили на пенсию, мягко говоря, скажем так Он написал письмо перед смертью, обращение к землякам Он писал письма их до этого Три слова из его выступления скажу Он сказал Свети, моя калмыкия Я думаю, в этих словах очень много содержится И каждый для себя почерпает И последнее, что я хочу сказать, это стихотворные сроки На путьстве, да, если я так могу, конечно, поступить На путьстве главе калмыкии Бату Хасикову Чтобы он не шел против человека А чтобы он шел рядом с человеком Кто, служа лимитым целям века Жизнь свою всецело отдает На борьбу за брата человека Только тот себя переживет Задумайтесь За души деньги Трафесников, уходи! 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 Дорогие друзья Вот здесь рядом со мной стоит Подошла ко мне женщина Баканова Светлана Она косо-специально приехала из Москвы И просит слова Баканова Светлана Баканова Светлана Баканова Светлана Баканова Светлана Нет, кто такой трапесник был Который приехал к нам И помнит дам Нет, наш город был лучше Он какой он город хотел Где он работал Мы уехали из дома Потому что здесь работы нет Мне 55 лет Таким женщин, когда я в Москве В ванной Все хотят домой вернуться Монахи, где здесь живут Которые платы не могут заплатить вовремя Не хватает ни на что Детей обуть Школу забрать Нет, а здесь Надо приехать в самом деле Почему я должна в Москве работать? Вы думаете, я плохо работаю? Я работаю главным инженером Я хочу домой вернуться Не нужно мне те 150 тысяч Я хочу дома быть А такие все хотят Все не думайте Потом говорят Монахи, где ты У меня в Калмике ребята работают Я в 18 лет работаю Монахи, как работают Сто таджиков и успехов так не могут работать 50 русских Как работают Понимаете? Где наши в Калмике работают? Культура работает Самые специалисты Женщины Тамары хохлыновые Училища На каждом собрании Везде хватит Монахи, мы с медиками Где у нас алкаши? Где? Покажите мне Монахи, какие умные От Лондона начинают Заканчивают Заканчивают Не знаю Австрию, наверное Где везде наши Работают Везде Где работают А Монахи 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 Наши женщины Мы старики Мне 55 лет Я не должна уже работать Главным инженером Но меня не отпускают С Москвы Понимаете? Где алкаши? Где? Покажите мне алкаши Везде контакты Они тут придут Поэтому приехали Устали И даже не работают Да больше нет Вы будете С вас там Переделывать Понимаете? Хорош Где вы, Калмыки Да, в 90-м Мне ничего потерялись Монахи Всегда были Всегда зарабатывали Всегда были на коне А тут лучше потерялись Всяка И мы потерялись Не мягкие Вся Россия потерялась Куда я? Всякое было в жизни Всякое Ну сейчас посмотрите Даже в процессном отношении Героем было Во время войны Больше Чем у всех у нас А у нас Знаете, как про нашу Калмыку В моей возрасте Говорят Как я скажу Калмичка Ой-ой-ой В войне Один Калмик Его бьются Тинают А он снизу Чарала Орех Встает За всеми дерется А знаешь, как прехи Я это слышал Мне Понимаете? А если два Калмыка Все пипец Было Делать Получается Где они были Кажется Я думаю Да В одну неделю Вырастили Я говорю Мне Калмыка Честно говоря Ничем не помогла Но я привожу деньги Здесь Срачу Свои деньги Почему Падает Приехавшие Должны Наши деньги Домой отправлять Пусть все домой едут Я не хочу Нам работать Надо дома Мы хотим Домой вернуться Давайте Пусть все едут По домам Хай Домой Езжай Давай Давайте Сначала Все Откропись Мы будем Молодец 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 Мы успеем Читать За лучшим Ирина Басангова Женщина Сама Поднялась Кельхар Сенчина Извините Меня поднялась Я бы хотела Микрофон Не даю Говорить Все Вы Суприли Певцы Композиторы Поэты И так далее Девукаты Слова Постельной Женщине Меня вообще Любили Действительно Это правильно У меня Сын работает В Москве Десять лет Он приезжает В выпуск И каждый раз Надеется Что он останется Но не может Потому что Нет работы Нет достойной работы Хотя бы Мам Хотя бы Двадцать тысяч Не получается Мне хватило Так Но не получается Ага Вообще Расстояние Очень Убивает Всякую Любовь Чувство Надо быть Всегда Дома Но для своих Детей Для своих Внуков У меня тоже Трое детей И четыре Внука Ага В 2008 году Я приехала Солхоза В лесу Уже Вот Будет Скоро Двенадцать лет Мы живем На съемной квартире Все двенадцать лет Там Мои дети Женились Вышла дочка Замуж Ага Все Внуки Там родились На съемных квартирах Везде Ага Где только Они жили У нас Нет возможности Купить Жилье свое Нет Как Как Тогда жить Какое Вообще А какого Тропейдика Весь Может И те Весь Сейчас Потом Сергеевич Я вас Прошу Мы так Надеемся Что вы Что вы Пришли Такой Молодой Спортсмен Да Вы На свои Ножаты Тоже Так Зарабатывали Каким Другим Путем Да Медик У нас Закончивается Очень Коротко Минуты две Да Хочет выступить Сергей Анжаев Медик Соленбург Я вот Хочу Как бы От лица Всех Калмыков Обратиться К нашему Великому Джангарчи Меня тоже Это не вынесло Потому что Здесь женщина Очень хорошая Шильгурт Сказала Я хочу Сказать Владимиру Конычу Скорую Я уважал Тебя Когда вы Красиво Говорили Когда Первый раз Люди выходили На площадь Когда их разгоняли Вы сказали Что вы Придворный Певец Когда Кирсан Николаевич Вы пошли На выборы С Кирсаном Николаевичем Он вас Вытолкал С вашего Двора А теперь Вы вернулись В этот Двор Придумали Этот Лозунг Так и Рю Потому что Бату Сергеевичу Ухань Мюршко Не имеем Поэтому Я С этой Трибуны Хочу Обратиться К Владимиру Ну Агоновичу Вы Понимаете Что вы Сейчас На сегодняшний день Закрыли Дорогу Молодым Я могу Сказать Про Диму Шараева Вы Недосовены Вы Перепевали Наши Народные Песни А он Их Придумывает Поэтому Надо Поднимать Тех Кто Может А не Тех Кто Был Тех Кто Был Ничего Не Сделал И еще Хочу Обратиться К Тому Как Он Называется Бату Сергеевич Вернее Не к нему Хотел Я Когда Он Был В Тичинерах Я Ему Сказал Бату Сергеевич Если Цак Ирю То Надо Избавляться От Таких Детелей Как Казачко Которые Пересидели Пережили Двух Президентов Вы Будете Бату Сергеевич Третьим И Не Хотелось Чтобы Это Случилось Сейчас Мы Будем Завершать Наш Митинг Валерий Антонов Зачитает Резолюцию И Будем Расходиться Мы Сегодня Завидели До Трех И Тазмы До Трех Закончить Поэтому Мы Извиняемся Перед Теми Кто Не Смог Выступить Я Зачу Лишь Пару Слов Перед Тем Как Резолюция Наши Акции Продолжатся Мы Будем Стоять На Своем Мы Пока Не Заявили Следующий Митинг Только Потому Что Мы Хотели Посмотреть Что Будет Сегодня Мы Знали Про Эти Провокации Мы Теперь Уверены Что Несмотря На Какие Провокации Вы Будете С Нами Поэтому Мы Продолжим И О Новых Акциях Объявим Скоро Очень Скоро Я думаю Многие Захотят Покрутить Барабан В честь Его Мы Пойдем По Алей Героев Перейдем Возле Дудруга И Напротив Мэри Перейдем Барабан Помолимся Товарищи Возьмите Вот Один Опять Напоминает Давайте За собой Все Уберем А Сейчас Я Зачитаю Резолюцию Коротко 13 октября 2019 Года На Общегородском Митинге Была Принята Резолюция С требованием Немедренной Отставки Трапезикова Вот Однако Городские Власти Не только Проигнорировали Волю Народа Но и Приняли Положение О проведении Конкурса По отбору Кандидатур На должность Главы города И в этом Положении Главой города Может стать Любой Гражданин РФ С высшим Образованием И больше Ничего Понимаете Более того Батух Хасиков Наделил Полномочиями Члена Совета Федерации Алексея Орлова Таким образом Действия Городских И республиканских Властей Не только Наносят Имиджевый Ущерб Республике Но и Усуглепляют Нынешний Внутри Политический Кризис Мы Участники Митинга Нынешнего Сегодняшнего Возмущен Все пребывания Досрочно Досрочно Прекратить Прибыль Прекратить И Нас Спасибо Всем Друзья У кого есть желание Пройтись И покрутить Барабаны Мы можем Сейчас Доставить Мусор 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok